Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, ваш дорогой друг Александр Уманчу. Вы просили меня очень давно, многие писали, послушать исполнительницу, которую зовут Полна Любви. Ее песню Кометы, живое исполнение. Я знаю эту певицу, с ее творчеством я знаком очень поверхностно, но эту песню я слышал. Слышал ее в студийном исполнении, и сегодня мы послушаем ее в таком живом исполнении, в лайв-формате. Друзья, ставьте лайки, рассказывайте о канале друзьям, подписывайтесь, не забывайте на колокольчик нажимать, подписываться в соцсети, друзья. Почему так мало людей? Подписывай у нас на Телеграм, на группу ВКонтакте. Это неправильно, надо исправлять это, поэтому ссылочки в описании или вот QR-коды здесь будут. Обязательно переходите, подписывайтесь. А мы приступаем к делу. Авторадио Полна Любви, слушаем. Тот, кто погас, будет ярче светить, чем кометы, пролетающие над планетой. Из пустоты, без твоей красоты, не родится юность и вольная птица. Начало очень тонкое, на таком тонком смыкании, близкое, я бы даже сказал, немножко назальное. Первые ноты практически не пропеты, то есть я даже не слышу какая там интонация, они с таким, с ветерком, то есть только ветер, через ветер. Будем слушать, что будет дальше, как будет раскрываться голос в перспективе. В целом, что хочется отметить, девушка явно такая, знаете, с ярко выраженной индивидуальностью и в голосе, и во внешнем виде. Что-то такое, я бы даже сказал, легкая готичность, вот эта бледная кожа, темные волосы, черное платье. Это интересно, это занимательно. Люблю ли я такое, не знаю, но слушаем дальше. Слышны такие, опять же, фольклорные нотки. Я не знаю, насколько они, скажем так, осознанные, но тем не менее, она их делает. Очень много воздуха в звуке, ноты, я бы даже сказал, вот еще чуть-чуть, и она бы их не достала. Очень все сдержано, очень все как-то собрано. Если бы я услышал такое пение у кого-то, я бы сказал, что да, вообще, голоса особо нет. Но, если она сейчас запоет в полный голос, с хорошим плотным смыканием, то я, друзья, скажу, что это художественная целостность произведения. Начинаем с более тонких, тихих тонов, переходим в более громкие. Явно слышно, что у нее постановка голоса была народная. То есть, это народница, которая такой легкий фолк сейчас исполняет. И эта песня тоже, я бы сказал, более фольклорная. Ждем развития. Как нежно парень играет на фортепианах. Тот, кто терял, будет снова любить. Вообще, скажем так, я понимаю, почему такое нравится многим людям. Это очень атмосферно, это очень характерно как-то. Это остро в какой-то степени. Нежно, такое ангельское напевание. Чисто, очень чистые ноты, чистое интонирование. Если рассуждать с точки зрения голоса, сказать, что вот это голосина, наверное, нет, наверное, это ближе к Билли Айлиш, да, что-то такое. Я знаю, что дальше там должны быть какие-то большие, крупные ноты. Мы их послушаем обязательно, обязательно прокомментируем. Но пока это все такое напевание, субтоны. Очень все присобрано, очень все нежно, очень все интимно. И, конечно же, девочка милая, поэтому я думаю, что большая часть ее аудитории, это, скорее всего, мужчины, которые обращают в первую очередь внимание на ее внешность, на эту милоту. Такие, о, какая миленькая, прикольная девчонка, так мило поет по-ангельски, господи, как это здорово. Но нас-то не проведешь, у нас тут жесткий вокальный анализ, друзья. Лети над землей, словно орел, словно орел. Верхние ноты все взяты на более высоком позиционировании гортани. Есть назальный призвук, то есть это такой легкий тванг, я бы сказал. Но он более фольклорный. Все-таки нет какой-то эстрады, нет какого-то R&B или соло. Я не знаю, как... Ну, вау-эффект от голоса у меня лично не возникает. Потому что, конечно, я слышал голоса гораздо более выдающиеся. Тембр очень приятный. Тембр красивый, тембр такой мягкий. Хотя, опять же, если его раскрыть, я думаю, что, может быть, он звучал бы гораздо более насыщенно. Я не говорю о том, что нужно всегда петь громко. Это неправильно, да? Нужно, чтобы было в характере, в характере песни, чтобы было драматургия, скажем так, произведения. Здесь это все аутентично, все на своем месте. Но вот меня лично, ну, как вокалиста, как вокального типа эксперта, якобы, да, меня это не восторгает с точки зрения голоса. Но с точки зрения музыкальной целостности это интересно. Песня очень хорошая. Если она сама пишет песни, то это круто. Субтитры создавал DimaTorzok Вот эти И, вот если вы обратите внимание, да, она их берет очень аккуратно, пытается спеть как можно чище, но слышно, что из общего тембра это И выбивается. То есть нет того объема, который есть на гласных А и на гласных О. Это говорит о чем? О том, что, конечно же, ей непросто петь эту ноту на этой гласной, скажем так. Она пытается здесь прикрыться вот какими-то субтонами, каким-то таким характером, какой-то аутентичностью в звучании. Но хотелось бы, чтобы, ну вот, взрыв какой-то все-таки был. Опять же, я, может, ошибаюсь, вы меня поправьте в комментариях, но хотелось бы услышать развитие. Оно есть, видно и слышно, что она выходит на более плотный звук. Но, друзья, я ожидал чуть большего, мне кажется. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, смотрите. Много головного звука, много такого миксового звука, много субтона, ветерочка, воздуха. Все это в стиле, все это подходит этой песне. Но чего-то выдающегося вокально я лично не услышал. Я не знаю, конечно, может быть, вы будете со мной не согласны. Опять же, я повторяю, многие скажут, ну, понятно, просто она не большим звуком не кричит, как Димаш или там, как, не знаю, какой-нибудь Ярослав Дронов. Вот тебе и не нравится. Она поет нежно, спокойненько. Но тут явно слышно, что голос-то подзажат на верхних звуках. Тут явно слышно, что есть намеренное какое-то такое сужение гортани, которое не всегда оправданно. То есть тембр от этого страдает. Ну, друзья, давайте попробуем посмотреть еще одну какую-то запись этой же песни в качестве справедливости. Вдруг здесь просто человек был не в голосе немножко и попробовал спеть, ну, так, более легким звуком. Послушаем что-то, ту же самую песню в другой лайв-версии. Не будем слушать с самого начала, послушаем вот ближе к припеву. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь слышно, что аранжировка отличается. Да, там была более спокойная, нежная аранжировка. Соответственно, и исполнение к этой аранжировке подбиралось. Здесь аранжировка более ритмичная, более такая броская, более плотная. Поэтому и поет более плотно. Не сказать, что что-то сильно изменилось. Звук чуть-чуть укрупнился. Слышно, что, скорее всего, эта девочка училась на народном вокале. Не сказать, что у нее какой-то прям выдающийся народный голос. Скорее, у нее очень индивидуальный красивый тембр, я бы сказал. За счет которого она популярности приобрела. Плюс образ, плюс какая-то такая легкая флегматичность, легкая вот эта вот сомнамбулистичность. Есть такое слово? Сомнамбула, да? Чуть-чуть какой-то прострации, как будто... В тумане. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну понятно, друзья. Все, в принципе, понятно. Девочка талантливая, голос народный, фольклорный, плотность дает за счет гортани, такой гортанный призвук есть. Тут не пахнет каким-то диафрагмальным дыханием, то есть какого-то объема в голосе за счет хорошего поставленного дыхания, наверное, здесь нету. Но есть характер, есть аутентичность, есть индивидуальность, которая помогает ей, собственно, набирать миллионы просмотров своей музыкой. И это круто. Это здорово. Пожелаем ей удачи. Я, наверное, такое не очень люблю. Я вообще, скажем так, если уж народную музыку слушать, то слушать, там, Зыкину... Печет река Волга... Или, там, не знаю, народные песни в исполнении Юрия Гуляева, когда, ну, все-таки красота тембра Абертонов зашкаливает. Печет река Волга... Но хотя, друзья, в принципе, здорово, что у нас есть такой поп-фолк, я бы сказал, который что-то среднее между фолком, народной музыкой и популярной музыкой. Это здорово. Это заслуживает большого уважения. Пишите свои комментарии, ставьте свои лукасы, рассказывайте о канале друзьям. Пишите, что Саша Уманчук ничего не понимает, что это божественно, гениально, великолепно и голосисто. А мы, друзья, с вами встретимся обязательно на канале Уман Ченнел, где самые-самые предвзятые, самые злобные обзоры для вокалистов. Но на самом деле это не так, потому что мы очень милые и няшные, всех любим. И вообще стараюсь всегда подходить к обзорам максимально, друзья, толерантно, корректно. Я думаю, что те зрители, которые смотрят давно, не дадут мне соврать. Все, увидимся, до новых встреч, всем пока.